В эфире «Четверть часа» в студии Дмитрий Шакоров. Здравствуйте! Приближающийся субботний день носит имя Лазаря Четверодневного. В евангельском чтении и молитвах воспоминается чудо воскрешения спасителем своего умершего друга. Это произошло на четвертый день после смерти праведного Лазаря, а значит, саму его кончину мы можем отнести к нынешнему дню. И потому же сегодня начинаем разговор о событиях Лазаревой субботы. Согласно евангельским свидетельствам, Иисус Христос любил бывать в доме Лазаря, его сестер Марфы и Марии. В Ифании – это местечко на юго-восточном склоне Елеонской горы, вблизи Иерусалима. Лазарь внезапно тяжело заболел, когда Христа не было рядом. Марфа и Мария передают учителю горячую просьбу прийти и исцелить их брата. Но спаситель медлит. Он дает своему другу умереть, зная, что победит эту смерть. Послушаем фрагмент проповеди священника Александра Валаханя, настоятеля православного прихода, святой Анны Новгородской в Тронхейме. Когда в Ифании, где Марфа и Мария проживали брат их Лазарь, происходит болезнь, которая к смерти. И Христос, который мог бы прийти, ожидает два дня еще, получив об этом известие, и сообщает ученикам своим, что Лазарь болен. А когда уже проходят эти дни, то говорит, уснул Лазарь. И ученики сначала не понимают, думая, что как часто при болезни, если человек засыпает, ему порой это дает восстановление сил, выздоровление. И говорят Христу, ну раз уснул, значит уже к выздоровлению. И тогда Христос, как пишет евангелист Иоанн, говорит уже не обвинуясь, то есть прямо, прямым языком, Лазарь умер, говорит Христос. И мы пойдем туда. И до этого Господь обозначил, что болезнь это Лазаря, к тому, чтобы на ней была явлена слава Божия, дела Божии. И когда Христос намеревается направиться, то апостолы восклицают, пойдем и мы умрем с ним, думая, что речь идет, может быть, об убийстве Лазаря, может быть, о том, что совершится, собственно, в скором времени, о чем Христос уже возвестил своим ученикам, что его возьмут, пленят, осудят и казнят. И в этом смысле уже готовность учеников, надо сказать, тоже крепнет быть вместе со своим Учителем и отдать жизнь. Как об этом, собственно, Господь говорил многократно, мы об этом читали сугубо в крестопоклонную седмицу, о том, что так важно быть верным Богу до конца. Кто исповедует меня вроде семь, прелюбодейным и грешством того я исповедую пред Отцом моим небесным. Кто не берет свой крест и не следует за мной, тот не достоин меня. И здесь движутся они к дому Марфы и Марии. И первая выбегает Марфа, мы помним о ней. Она, когда Христос прежде заходил в их дом, была наиболее деятельной, занималась кухней, готовила угощения и недумевала, почему сестра ее Мария не делает того же, обращена к Богу. И вот Марфа прибегает к Христу навстречу. Мы, собственно, становимся этому некими свидетелями, когда читаем Евангелие, слышим его в храме. В этом смысле хочется сказать, может быть, тем из нас, нам, всем, кто колеблется порой, идти ли в храм на каждое богослужение. Может быть, что-то неважное, что-то можно пропустить. Вот если бы мы взяли евангельскую историю и спросили себя, как говорят, положа руку на сердце, а может быть, что-то пропустить и убрать из этой истории, мы понимаем, как одно с другим связано. И малое, мы знаем, что именно в малом часто является великое. В малом был верен, над большим тебя поставлю, говорит Господь. А если в малом не был верен, то как над большим тебя поставлю? И вот, возвращая нашу мысль к евангельской истории, мы слышим разговор Христа и Марфы. Это наш разговор, особенно, когда мы у порога водра смертного своего или иного человека. Как восклицает Марфа, если бы ты, Господи, был здесь, то не умер бы брат наш Лаза. Зная о всемогуществе Христа, о его любви, и конкретно к Лазарю в том числе, Марфа с полным основанием говорит эти слова. И Господь, не отрицая их, этих слов, при этом возводит ее мысль дальше и выше. Вот то, что для нас важно понять, в мире, который еще возле лежит, в мире, который мы помним, как четко сказано в Писании, что грехом человека смерть вошла в мир. И мы, размышляя об этом, как может и Марфа, можем, с одной стороны, в порыве души сердечным восклицать, зная, что если Бог всемогущий любящий, то точно Он мог бы сделать так, что никто бы не умер. И здесь это, по сути, молитва всего человечества. Христос говорит ей «Воскресен брат твой Лазарь». Марфа исповедует веру, и это важно. Вера в народе Божием, израильском, состояла в том числе и в том, что будет всеобщее воскрешение из мертвых. Мы помним еще у пророка из Икииля. Это, собственно, паримия, которая звучит в рамках праздника воскресения Христова, где пророку откроется как бы зрелище, видение поля, усеянного костями человеческими, останками телесными. И вот на них сходит Дух Божий, и они начинают восстанавливаться, как бы соединение, скрепление разрозненных костей в единство тела. И оживают. И Марфа исповедует эту веру Христу, и это правильно. Это то, что, может быть, даже в этот момент скорби и боли дает правильную, как говорят, перспективу, понимание, в чем наше упование главное. Но Христос говорит ей больше. Не только тогда, когда что-то в будущности совершится. Потому что часто человек, так проецируя на время отдаленное, может не заметить, что он упускает в настоящем то, что созидает это будущее. Именно вечную участь нашу. И вот камнем, который полагается в основании здания, краеугольным, сам Бог становится. Я есть, Христос говорит Марфе, я есть воскрешение и жизнь. И верующий в меня, говорит поначалу Христос, если и умрет, то оживет. А дальше он скажет Марфу, верующий в меня, не узрит смерти вовек. Утоли же, святые дружи Христов, наши слезы и грех ради наших проливаеми, оживотвори наши души и телеса. Это строки из молитвы праведному Лазарю Четверодневному. И далее в нашей программе пойдет разговор о молитве. Часто бывает так, что Господь равнодушен к нашим молитвам. Возможно, Он нас не слышит. Такой вопрос был задан епископу Чистопольскому и Нижнекамскому Пахомию. Послушаем, что ответил Ладыка. Я бы все-таки не был так категоричен в суждениях о том, что Бог не слышит нас или не внимлет нашим молитвам. Часто мы просим у Бога то, что не всегда бывает нам полезным. И поэтому, когда не получаем просимы, нам кажется, что нас не слышат, что нас не замечают. Нам не дают того, чего хотелось бы нам. Но я все-таки обратил бы внимание наших зрителей, наших дорогих прихожан, что Бог, Он всемогущий, Он всеведущий. Он порой прежде нашего прошения знает, что нам полезно, что может принести нам пользу. И поэтому, как настоящий родитель, ограждая нас от некоторых трудностей, искушений, не всегда исполняет наши прошения сразу незамедлительно. А более того, иногда и оставляет их вообще безучастными, потому что эти прошения, точнее, исполнение этих прошений, может привести человека к каким-то более тяжким последствиям, может быть, даже к каким-то падениям. Поэтому я все-таки посоветовал бы нашим прихожанам, нашим дорогим слушателям и зрителям просить Бога, молиться, но всегда говорить, как это делал сам Христос. «Господи, да будет воля Твоя, пронеси мимо меня чашу сию, но да будет не моя воля, но Твоя». Это знаменитая молитва Христа в Гефсиманском саду. Вот этот и есть настоящий образ моления, настоящее сыновное отношение человека к Богу. «Я прошу, но дать или не дать, послать, не послать, это Господи, Твоя воля». Я думаю, что Бог отвечает. Нам хочется быстро, незамедлительно получить просимое. Так не всегда бывает. То, что мы получаем быстро, мы плохо ценим. Поэтому часто в своих прошениях, в своих молитвах нужно проявлять усердие, нужно проявлять внимание. А когда Бог пошлет то, что необходимо нам, это ведомо только Его воле, это только Ему знаемо. Поэтому я не стал бы говорить, что Бог не слышит нас или что Он сразу не исполняет наше прошение. Нужно уметь терпеть, нужно в молитве быть постоянным, терпеливым, и тогда будет результат. Я думаю, что прежде всего чистая совесть – это то состояние души человека, когда мы просим и знаем, что наша совесть не обличает нас в чем-то. В Священном Писании есть такие замечательные слова, что если ты пришел к Богу принести свой дар, пришел к жертвеннику и вспомнил, что брат имеет нечто на тебя, а если как-то более широко смотреть, то, возможно, и ты имеешь на кого-то что-то, оставь твой дар и прежде пойди примирись со своим братом. И тогда, придя, принесешь дар, который будет ценен и который будет дорог Богу. Это говорит о том, что когда мы о чем-то просим, когда мы в чем-то обращаемся ко Христу, надеемся на Него, то мы должны оценивать свою жизнь, свои поступки и смотреть на свою совесть, что она нам подсказывает. Если есть в ней какие-то пятна, сначала их устранить, и тогда будет общение, тогда Господь, безусловно, услышит нас и сделает все необходимое, то, что нужно человеку. И в завершении программы анонс праздничного концерта в честь Пасхи Христовой в Екатеринбурге. 7 мая Синара Центр представляет программу «Встречайте Пасху Господню». Концерт проводится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. В исполнении хора Синара Сингерс под руководством Андрея Старикова прозвучат пасхальные канты, духовные сочинения, народные песнопения. В программе произведения русских композиторов Сергея Якимова, Павла Карманова, Николая Делецкого и Антона Вискова. Итак, 7 мая Екатеринбург, Синара Центр. Билеты еще есть в продаже. Дорогие друзья, в прямом эфире была программа «Четверть часа». Благодарю за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова